И у нас еще один доклад на тему кибербезопасности, о своем опыте по обеспечению информационной безопасности в промышленных системах расскажет заместитель директора по информационным технологиям СМС Пономарев Дмитрий. Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Меня зовут Дмитрий Пономарев. 18 лет, я уже работаю в группе компании СМС Автоматизация. Все это время достаточно плотно занимаюсь вопросами построения компьютерных сетей, IT-инфраструктуры. А вот последние 4 года мои задачи связаны с разработкой решений для технологических сетей и центров сбора и обработки данных в СУТП. Довелось принять участие в 15 проектах. Наиболее крупный из них это верхний уровень СУТП с Айаншушенской ГЭС, комплексный СУТП Камской ГЭС, систем диспетчерского контроля и управления центрального диспетчерского пункта АО «Транснефтепродукт». Новая промышленная революция подразумевает внедрение таких технологий, как обработка больших данных, промышленный интернет вещей, технологий, облачные технологии. Естественно, эти все технологии предполагают подключение к сети интернет. Более того, без этого подключения просто не будут работать. Чем может грозить такие подключения? Ну, собственно, мы можем все представить, вспомнив события недавнего прошлого. Это эпидемия вирусов шифровальщиков, ONA-Kry, Pety, других, буквально в этом году случившихся. Наверняка большинство присутствующих не только слышали об этом, но и позаботились уже об установке заплаток на свои системы. Тем не менее, по данным экспертов компании Trend Micro, их исследование показывает, что как будто бы последних 20 лет развития информационной безопасности в корпоративных сетях, для интернета, это время как будто выпало из жизни и развития систем АСУТП. АСУТП системы шагнули гораздо дальше по своему функционалу, но в плане именно безопасности они как будто бы в 90-х годах до сих пор. Собственно, как это произошло, что теперь с этим делать, какие есть решения, об этом мой доклад. Ну вот если кратко посмотреть на то, как все начиналось, известно, что исторически вопросу защиты от информационных угроз в АСУТП уделялось недостаточное внимание. Причин для того на самом деле несколько. Все они достаточно объективны. Хотя субъективный фактор там безусловно присутствует. Во-первых, надежность в АСУТП системах всегда была на первом месте. Разные системы защиты, которые изначально разрабатывали для корпоративных сетей, для них ложнопозитивные срабатывания это как бы нормальная вещь. Ну там на минуту, так сказать, остановили, там какой-то процесс в корпоративной сети, почта перестала ходить, перезагрузили, дальше пошло, так сказать, все нормально. В АСУТП такого позволить нельзя, соответственно, подобные решения там не применялись, все слабые места в АСУТП исключались. В ущерб, естественно, информационной безопасности. А специализированных надежных решений не разрабатывалось. Почему? Ну, во-первых, изолированность систем предполагалась изначально. И на самом деле они такие и были, там где-то в начале, так сказать, вот как PLC появились. Приблизительно так оно и было, действительно. А Ethernet-то еще не было. Естественно, что раз сеть изолированная, извне к ней не подключиться, зачем тратиться на внедрение средств информационной безопасности. Вывод очевиден. Средства эти не использовались. И, естественно, не разрабатывались под АСУТП. Следующее — это мнимая уже сложность атак. Ну, это, да, такой субъективный фактор. Вот как предыдущий докладчик хорошо рассказал о том, что на самом деле, несмотря на такую колоссальную сложность современных АСУТП, тем не менее, атаковать ее злоумышленнику не так сложно, как казалось бы. Вот. И, соответственно, вот этот фактор якобы сложности, он достаточно долгое время вообще играл негативную такую роль, потому что, ну, система считалась раз сложной, никто туда не полезет. Кто там будет разбираться с этим? Мы сами тут, так сказать, сложности имеем при настройке, а уж там кто-то взломать, это вообще, так сказать, практически нереально. Ну, и еще один момент — это в том, что система АСУТП считалась, что якобы они не очень интересны злоумышленникам, зачем они туда полезут, там денег там нет непосредственно, которые там у банка можно увезти, секретную информацию, но обычно гостайну АСУТП не обрабатывают, хотя такие, наверное, встречаются. Соответственно, там зачем им туда лазить, как бы смысла нет никакого. монетизировать якобы это посчиталось сложным. Тем не менее, по факту это не так. Но возможности злоумышленников, они росли исторически осложненно, что с ростом и развитием сети интернет. И, в принципе, к моменту, когда в АСУТП вошли технологии индастриал-азернета, уже можно было ожидать о том, что в заповедник, осушников ломятся злоумышленники с топорами, кибертопорами и пушками. И начнут устраивать то, что они уже к тому моменту устраивали в интернете. Тем не менее, ситуация совершенно по-другому стала развиваться. И, в общем, долгий достаточно период, применяя здесь такая, так сказать, ласкудная безопасность, что-то где-то там поставили, какой-то, может быть, фаервол, может быть, там просто часто в этот период были решения, когда у вас стоит сервер какой-нибудь исторический, в нем две сетевых карты, с одной стороны подключили технологическую сеть, с другой корпоративно, типа защитились. Но сети же не обмениваются напрямую. Вот. Ну вот, как бы, кстати, до сих пор иногда такие решения можно встретить. Что, собственно, дальше. Несмотря на развитие, тем не менее, промышленного эзернета, что там 20 лет больше, средства для обеспечения его безопасности, такие как глубокий анализ протоколов технологических, которые в нем гуляют, средства обнаружения, предотвращения, вторжения, стали для этой технологии разрабатываться только в последние годы. Собственно говоря, вот этот слайд очень хорошо подтверждает, так сказать, выводы экспертов из Trend Micro о том, что 20 лет как будто бы ничего не делалось. Ну потому что иначе у нас вот таких вот атак постоянно усиливающихся, ну не было бы. Вот по данным лаборатории Касперского, там последние годы, вот их сенсоры на промышленных системах фиксируют, ну в 40% случаев атаки. То есть вот 40% ваших систем технологических просто в год атакуются. Собственно, поскольку промышленный интернет вещей нельзя изолировать от интернета, по мнению экспертов в информационной безопасности, изоляция сетей тоже на самом деле не является мерой защиты. Более того, она по факту в большинстве случаев просто невозможна, так как АСУТП современные имеют всегда внешние связи. Это нужно для обеспечения, так сказать, взаимодействия, передачи оттуда данных, получения входных каких-то значений внутрь системы. Соответственно, возникает вопрос, что мы так называемый воздушный зазор, который якобы изолирует сеть, мы просто, так сказать, уже он не спасает, мы его применять не можем. Более того, промышленный интернет вещей увеличивает количество микропроцессорных систем с интерфейсами ввода-вывода, поддерживающими сети современные. Ну, как бы увеличивает количество этих систем на кубометр пространства окружающего очень значительно. Собственно говоря, такие системы, подключенные к интернету, сами по себе могут стать в любой момент плацдармом для атак уже в сеть, защищенную в технологическую. Потому что они, ну, как минимум, находятся рядом, имеют какие-то беспроводные интерфейсы и так далее. И их использовать в будущем для таких атак не представится большой сложностью. Например, те же принтеры с проводным и беспроводным интерфейсом, стоящим в защищенном якобы контуре у АСУ-ТПшки. Принтер использует оператор, но Wi-Fi интерфейс у него вроде как отключен. А тем не менее, вот бывают ситуации, когда он оказывается компрометированно взломан. Еще такой момент касательно дигитализации. Внедрение виртуальных моделей цифровых штука классная, которая позволит заказчикам и, собственно говоря, интеграторам достигать новых горизонтов в развитии АСУ-ТП в автоматизации. Тем не менее, эта же технология может быть использована и во вред злоумышленниками. Они могут использовать виртуальные цифровые модели предприятия для того, чтобы, к примеру, смоделировать работу АСУ-ТП и подсунуть эти данные вместо реальных для оператора. И оператор вряд ли так легко обнаружит, что он вообще смотрит не на реальную систему, а на ее виртуальную копию. Ну и, естественно, такая система, если она будет в себе содержать всю информацию о предприятии, в том числе о системах АСУ-ТП, как они устроены, как они защищаются, какие там используются сетевые экраны, конфигурации и так далее, такая модель является лакуумным куском вообще для атакующих, для кибершпионажа. Поэтому виртуальные модели, безусловно, нужно защищать. Итак, что же делать? Для начала стоит убедиться, что те средства безопасности, которые уже внедрены на предприятие, они корректно функционируют, что за ними кто-то следит, ответственный. И то, что на них происходит, ну как бы учитывается в текущей оперативной деятельности. Потому что реально сталкивались мы с такими ситуациями, когда поставлена система безопасности, но она просто гудит, собственно говоря, и трафик может даже вообще мимо нее идти. Естественно, такие вещи как бы создают ложную иллюзию защищенности. Регулярно проводить тестирование и установку обновлений. Ну вот в этом году шифровальщики нам сказали, что это действительно нужно делать. Продемонстрирована была масса предприятий, на которых этому не уделяли достаточного внимания. Ну естественно, здесь стоит упомянуть такой момент о том, что часто для того, чтобы вы могли патчи поставить какие-то на системы, у вас должна быть действующая техподдержка. Об этом не стоит забывать при реализации проектов и обязательно закладывать статью расходов на ежегодное продление техподдержки от вендоров. Где-то это бесплатно, но где-то это стоит денег. А когда выйдет информация о том, что обнаружена уязвимость, а у вас нет возможности поставить патч, ну как бы оперативно среагировать будет проблематично. Далее. Значит, естественно, нужно повышать осведомленность обслуживающего персонала в вопрос информационной безопасности. Причем всего персонала объекта. Потому что атака может происходить не только через инженеров, реально обслуживающих, а с УТП, там что-то меняющих по своей, так сказать, служебной необходимости, тем задач, которые на них возложены, но и через людей, которые несколько в стороне, и через операторов, и через уборщицу даже, с помощью средств социальной инженерии. Естественно, это нельзя не исключать, такие факты. Соответственно, расследовать инциденты информационной безопасности у УТП необходимо. Ну как уже вначале я сказал, что нужно мониторить, что происходит, так нужно еще и дальше какие-то предпринимать меры. А если у специалистов, у отделов информационной безопасности реально просто нет для этого ресурсов, то как бы, ну, ой, у нас там что-то случилось, перезагрузили, а дальше работать стало, ну и здорово. Такую ситуацию оставлять, ну, на самом деле нельзя, потому что кто знает, что там произошло, может быть, это технический сбой, а может быть, это уже злоумышленника влез в систему и готовит к себе, закрепляется там, готовится к атаке. Очень важный момент, мотивировать правильный персонал, соблюдать требования регламентов информационной безопасности, чтобы ситуации, когда обслуживающий персонал не понимает, зачем нужны эти все бумажки от ИБшников и просто-напросто там сказали там менять пароль каждый полгода, не, я не буду, зачем это мне надо. Вот. А если еще никто не контролирует этот момент, ну, как бы, совсем печально. Ну, более того, мотивированный правильный персонал, он гораздо лучше противостоит социальной инженерии, попыток его заставить сделать что-то для ослабления защиты системы, ну, гораздо лучше он сопротивляется таким атакам. Ну, как уже сказал, стоит защищать цифровые модели предприятий. Это, конечно, там, больше будущее, но, тем не менее, если об этом заранее не задуматься, то, как бы, когда это уже будет все внедрено, то уже может оказаться слишком дорого внедрять средства защиты уже задним числом. Ну, стоит упомянуть о том, что требуется соблюдать законодательство безопасности. В этом году были приняты законы, которые касаются безопасности критической инфраструктуры, но об этом я чуть позже расскажу подробнее. Одна из таких вещей важных — это внедрять средства защиты от целевых атак. Потому что, ну, ванакрай — это, в общем, не целевая атака была. Это такая вот случайность. Кому прилетит, тому не повезло. А целевые атаки проводятся обычно профессионалами, все-таки на СУТП-шной системе, если только это не балуется школьник. И обнаружить эти атаки гораздо сложнее, чем действия непрофессионалов. Но, собственно, сами эти атаки и несут основную опасность для предприятия. Потому что, если кто-то целенаправленно к вам полез, значит, у них очень далеко идущий план. Чуть-чуть об этом подробнее. Как же, собственно говоря, эти атаки от них защищаться? Ну, вот на самом деле по исследованиям управления радиотехнической и обороны Австралии выяснилось, они стены провели, выяснилось, что достаточно четырех стратегий, которые позволят 85% этих атак нейтрализовать. Это очень хорошо. Да, конечно, остается еще там 15% достаточно серьезных атак, но для них, конечно, уже потребуются другие средства. Но, тем не менее, если мы внедрим так называемые белые списки приложений, позволяющие контролировать, какие процессы запускаются в операционных системах на серверах, на рабочих станциях пользователей, в серверах управления базами данных, различных, так сказать, промежуточных, так сказать, серверах ввода-вывода, в этом случае мы сможем, если мы можем разрешить только то, что должно работать и запретить все остальное, соответственно, проникшая в систему вредоносное ПО, ну, просто не сможет запуститься в операционной системе без особых специальных ущерений, которые еще, так сказать, не так просто, так сказать, реализовать порой бывает. Это очень хорошая стратегия защиты. Следующее, это, естественно, обновление приложений. Обновление самих операционных систем, закрывание уязвимостей позволяет огромный пласт атак нейтрализовать. И такой важный фактор, как ограничение административных прав. Незачем совершенно обычным пользователям сидеть под правами администратора и что-то там в системе делать по своей служебной необходимости. А можете не по служебной, там выйти в интернет, киношку посмотреть. То есть, если у оператора ограничены возможности, что он может сделать, проинсталлировать в системе, там, не дай бог, если что-то, то как бы это явно повышает безопасность. С тем и от целевых атак это также очень хорошо защищает. Потому что, позвонив ему какой-то злоумышленник, через методы социальной инженерии, убедив человека, так, а вот ты установи там вот флешечку, вот эту вот, воткни, которую сегодня нашел на улице. Ну, оператор этого не сделает. А если сделает, то система все у нас будет с ограниченным правом, не даст ему доступ к этому оборудованию и не даст ничего запустить. Что же предлагает наш любимый вендор, компания Siemens, в плане обеспечения информационной безопасности? Ну, естественно, у Siemens, как всегда, комплексный подход. Это очень хорошо. Они заботятся о безопасности защищенной зоны, предлагают ряд решений там по видеонаблюдению, контроль доступа. Естественно, есть решения по обеспечению сетевой безопасности как на уровне периметра технологической сети, так и сегментирования внутри нее, защита на уровне коммутаторов. Целостность систем контролируется с помощью там встроенного функционала те портала, дополнительные, так сказать, средства, там, встроенные в контроллеры для контроля целостности программ. Siemens предлагает услуги по защите производства. В частности, в Siemens есть подразделение кибербезопасности, центр оперативного реагирования на угрозы. Естественно, безопасность — это процесс. Нельзя сделать какой-то настройки, поставить систему и забыть о ней. Нужно постоянно быть вовлеченным в процесс, совершенствовать, контролировать. для клиентов Siemens предоставляет информацию об обнаруженных уязвимостях и предоставляет патчи для устранения их в своих системах. Ну вот немножко о законодательстве. В этом году достаточно долго лежащий на полке законодателей был в кратчайшие сроки практически принят. Это федеральный закон о безопасности и критическая инфраструктура. И с Нового года он вступит в силу. Что в этом законе говорится? Во-первых, о том, что все компании, владельцы критической инфраструктуры, которые попадают под определенные направления в промышленности, они обязаны провести категоризацию своих систем, дабы определить, насколько она критична с точки зрения оценки в этом законе. Обеспечить защиту от атак на эти системы, присоединиться к так называемой госсобке, это государственная система обнаружения и предотвращения компьютерных атак. Она уже несколько лет существует, действует, но в нее в основном подключаются разные государственные информационные системы, системы, которые обрабатывают гостайну. Вот теперь к ней нужно будет подключаться и практически всем системам АСУТП. Но не просто так скидывать туда логи, а проводить предварительный анализ инцидентов, выявления и дальше предоставления этой информации в госсобку. Сертифицированные средства для этого придется использовать, обнаружение атак, которые согласует ФСБ, и обязательно уведомлять органы ответственные, государственные, которые должны знать о том, что если у вас вдруг инцидент случился, они должны быть в курсе. а если вы об этом умолчали, то они могут прийти с проверкой и наказать. Информация о мерах защиты и защищенности АСУТП теперь будет отнесена к государственной тайне. И уголовная ответственность вводится для нарушителей, которые атакуют АСУТП, критическую инфраструктуру, и для владельцев АСУТП, которые не соблюдают законодательство и там вплоть до конкретных сроков все в общем-то серьезно становится. И приказ 31-й ФСТЭК, который ранее был необязательным, на откуп владельцам АСУТП отдавался, хотят они по нему, ему следовать или не хотят, то скорее всего он будет в ближайшие месяцы переработан и будет представлен вариант, который уже будет согласован с новым законом о безопасности критической инфраструктуры. В этом приказе излагается сейчас на данный момент ряд требований мер к построению защищенных АСУ. Большинство из этих мер не являются экстрасложными, но тем не менее почему-то часто их не используют. Хочу немножко рассказать о нашем опыте внедрения мер по безопасности, большинство из них как раз из этого приказа. Там ничего мегасложного на самом деле нет, но тем не менее внедрение их это хорошая практика, она позволяет сильно повысить уровень безопасности АСУТП. Это в первую очередь резервирование, кластеризация для обеспечения отказоустойчивости систем. на разных уровнях совершенно, на программном, на аппаратном, на уровне сети, на уровне межсетевых экранов, различные решения. Маршрутизация, межсетевое экранирование, выделение сетей в отдельные виртуальные сети позволяет сегментировать технологические сети, дабы если вдруг какой-то сегмент будет скомпрометирован, то это не будет означать, что сразу из него злоумышленник сможет попасть куда угодно дальше в этой сети. То есть он там будет достаточно сильно изолирован. Это позволяет обеспечить эшелонированную оборону, создать технологические DMZ и такие функции, как административный VLAN реализовать. Мониторинг оборудования на практически всех системах сейчас мы ставим либо средствами самой SCADA системы реализуем мониторинг либо дополнительно специализированным ПО, особенно если это просит заказчик. Соответственно внедряем систему антивирусной защиты в вариантах централизованного управления, плюс реализуем схемы обновления антивирусов. Даже когда этот антивирус непосредственно не имеет доступ к интернету, у нас есть решение, которое позволяет его тем не менее оперативно обновлять, не создавая огромных проблем для обслуживающего персонала. естественно также то же самое реализовано для установки исправлений для прикладного и программного обеспечения системного контроля съемных носителей, системы резервного копирования. в том числе мы не забываем реализовать и мониторинг резервных копий системы резервного копирования, как они вообще работают, отрабатывают, в каком состоянии находятся. Ну и такие вещи интересны, как, например, режим киоска для рабочих станций, когда интерфейс системы сильно ограничен, он там решает ровно столько, сколько нужен оператору для работы. выйти в систему, там подключить какой-нибудь модем, там зайти даже просто в кнопку пуск и выполнить какое-нибудь приложение открыть типа калькулятора, он не может, если ему это не позволено. Контроль запуска программ, контроль целостности, разделение прав доступа, все эти, в общем-то, знакомые вещи, мы это все безусловно реализуем в наших проектах. Ну и немножко таких вот на перспективу решений, которые мы сейчас тестируем, и собираемся предлагать заказчикам. Это, например, контроль действий привилегированных пользователей. Безусловно, вопрос, когда у вас достаточно ограниченный оператор, он там мало что может сделать с тем, то инженер он может там все, он как там бог и царь, системный администратор, вас УТП. А вот за ним нужно следить на самом деле. И на самом деле есть решение для корпоративных сетей, которые позволяют такой функционал реализовать. Мы при этом такие решения занимаемся адаптацией для технологических сетей. Там есть свои нюансы. Тем не менее это хорошее решение, которое позволяет обнаружить действия несанкционированные персонала, записать, что он там делал, в видео варианте, так сказать, классифицировать, производить по этому поиску. у безопасника появляются огромные возможности контролировать системных администраторов. Плюс это, естественно, позволит отследить, а что делал злоумышленник, когда он попал в систему, что он конкретно, какие действия выполнял, если он пролез через те интерфейсы, через которые, условно говоря, обычные инженеры должны работать. Ну и такое вот решение, например, как контроль доверенных носителей. Ну, наверное, все в курсе, что как бы там сейчас популярное решение, не каждую флешку можно подключить в систему, дабы, так сказать, кто-то вирус случайно не занес. Но, тем не менее, если у вас есть доверенные носители, нужно контролировать, а где они вообще курсируют, в какой зоне, может, их подключают на какие-то системы вне доверенной зоны, и как раз там на них может попасть вирус, а потом попасть в систему. Ну, или не вирус, или наоборот, что-то вынести из системы. Вот есть решение, которое позволяет реализовать специальный шлюз доступа и в нем полностью контролировать все, что вы переносите в ту или в иную сторону на носителях. Носители могут быть перезинфицированы. Более того, на них информация шифруется, и ключи для шифрования доступны только в контролируемой зоне. и из внешних систем или там даже просто в корпоративной сети, если инженер такую флешку подключит, он там ничего не сможет ни прочитать, ни записать, он может ее отформатировать, но там она сразу слетает из доверенных устройств и становится уже недоступна в контролируемой зоне. Итак, что же предлагает компания SMS для обеспечения безопасности проекта. Но поскольку мы проектная компания, у нас проектный подход, естественно, и в этой теме красной нитью проходит, мы при проведении предпроектного обследования также уделяем внимание информационной безопасности, как сейчас у заказчика, что, какие средства стоит применить, так сказать, может быть у заказчика уже есть проработанная модель угроз, вызывали они кого-то из специалистов по информационной безопасности и, собственно, на основе этих данных мы составляем для себя информацию о том, как нам реализовывать защиту. Разрабатываем безопасные архитектуры. Вот как сказал предыдущий докладчик, большинство на самом деле компаний-интеграторов по информационной безопасности работают снаружи с УТП и не влезут внутрь. А мы работаем всегда внутри системы СУТП и изнутри ее стараемся защитить теми средствами, которые можем применить, которые считаем, что там должны быть. Это позволяет, даже если внешних систем вдруг отказали или их нет на предприятии, то все равно ОСОшка остается не голенькой, доступной любому злоумышленнику. У нее есть силы сопротивляться. Естественно, мы проводим наладку сопровождения систем, разработку регламентов по информационной безопасности для наших систем, как их эксплуатировать. Проводим на своем стенде тестирование обновлений, которые выходят в том числе в применении к конкретным проектам, которые у нас находятся на гарантии, гарантийным обслуживанием, и мы уведомляем своих клиентов о том, что вот такое обновление можно ставить. А вот такое под вопросом есть проблема, давайте мы не будем пока торопиться. Ну и, естественно, занимаем закрытием уязвимостей в своих системах, если они обнаруживаются, и, естественно, в платформах на основе решений вендоров, на которых строим свои системы. Для тех, кто последние 20-30 минут скучал, проспал, может быть моя презентация, кратко резюмирую. Информационная безопасность касается всех, риски для АСУТП на самом деле не иллюзорны, ответственность с Нового года сильно ужесточается, информационная безопасность это не просто так ей надо заниматься, ну и решение есть, и у СМС есть позитивный опыт их внедрения. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...